Хотел показать, как должна выглядеть стена из гипсокартона, подготовленная для наклейки бумажной ленты. Обратите внимание, в отличие от технологии, мы не вдавливаем ленту в шов. Мы сначала проходим в два раза, чтобы не было никаких перепадов. Вот, заводскую фаску проходим. Обратите внимание, у нас фаска заканчивается здесь. Вот, мы проходим только шов. Шов плуг, то есть полукруглый, заполняется. Вот, здесь получается два разных шва. Вот, и такие места. То есть, все мы проходим. Проходим также в углах, внутренний угол. Вот, все в два раза, все ровненько, никаких перепадов, никаких ямочек. Это принципиально важно. Вот, только после этого, только после этого мы можем клеить бумажную ленту. Вот, бумажную ленту мы клеим, вымачиваем ее в ПВА. Вот, она очень хорошо держится. Мы ее хорошо пропитываем. Мы оставляли ее на сутки. Сейчас покажу. То есть, мы уже показывал. Просто-напросто ее замачиваем прямо в ПВА. Вот, потом вытягиваем сколько надо. И клеим. Промазываем кисточкой шов. Вот, и аккуратно все клеим, фиксируем. Обязательно, когда клеим, закрываем окна. Потому что лента бумажная. Может раздуваться. Может усыхать. Чтобы этого не было, нужно, чтобы она постепенно высыхала. Вот, еще хочу обратить внимание. У нас здесь идет тройная перестраховка. Почему тройная? Потому что, во-первых, мы крутим два листа гипсокартона. Мы их клеим между собой на ПВА. Это первое. То есть, у нас в местах стыка идет сплошной картон. То есть, у нас уже, если даже по этой технологии делать, уже, по идее, не должно быть трещин. Можно не армировать. Второе. Мы клеим бумажную ленту. То есть, бумажная лента армирует шов. То есть, тоже, когда бумажную ленту клеим, теоретически, уже треснуть не должна. Вот. И третий вариант. После всех вот этих манипуляций, мы еще клеим добавочно... А, четыре. Четыре. Еще один. То есть, мы используем унифлот. Унифлот – крепкая шпаклевка для швов. То есть, не фугенфюлер, унифлот. И четвертый вариант. Мы потом все это разом заклеиваем стеклохолстом. То есть, стеклохолст тоже держит трещины. Таким образом, получается, что четыре раза мы перестраховались. А, и еще такой момент хотел обратить внимание. Обязательно используйте фаску плуг. То есть, чтобы полукруглая была. Именно такая фаска, она сделана для того, чтобы делать высококачественные швы. Вот, не ровная фаска, не косая фаска. А вот именно полукруглая такая. Вот. То есть, это принципиально тоже для хорошего качества, чтобы швы были крепкими. Именно такая фаска. Вот, в принципе, все, что хотел. Еще раз хотел просто показать, как мы это делаем. Вот. То есть, получается, мы два раза прошли первичку. Зашлифовали, загрунтовали. Клеим ленту. Сверху шпаклюем еще на один слой. И только после этого, когда грунтуем, уже потом проходим всю стену на слой. На слой финишной шпаклевкой. И подготавливаем стены для дальнейшего, для дальнейшей отделки. Вот, в принципе, все, что хотел показать. Спасибо всем за внимание.